Это руины. Так сейчас о состоянии здания отзываются и подрядчики, и собственники здания, представители Троицы Сергиевой Лавры. Как злая ирония, сохранившаяся на втором этаже табличка «при пожаре звонить 0-1». Через 4 года после пожара в доме 140 по проспекту Красной Армии начались восстановительные работы. Это кадры мая 2015 года. Проспект Красной Армии перекрыт, пожарные пытаются спасти здание, которое известно как новая лавровская гостиница. Полностью выгоревшая крыша и залитые помещения. Еще 2,5 года до декабря 2017 обугленные стены и выбитые окна будут центральной достопримечательностью, пока дом не прикроют баннером. На момент пожара здание делили несколько собственников, и было непонятно, кто и в какой степени должен оплачивать ремонт. Теперь собственник остался один – Троицы Сергиевой Лавры. Мы знаем, было много собственников, маленьких помещений, порядка 15 индивидуальных предпринимателей. Все вопросы решены. В итоге сегодня собственник у нас один – Троица Сергиевой Лавры. Нашли организацию, причем эта организация не новая, не для города, не для Троицы Сергиевой Лавры. Это известные наши партнеры, которые занимались реставрацией гостиницы, которые находятся на Красногорской площади некоторое время назад. Ребята делают хорошо, понимают, о чем говорят. Все разрешительные документы этой организации получены, начались работы. Сейчас рабочие разбирают завалы и старые перекрытия. Частично они сгорели, частично сгнили от осадков. После этой черновой работы начнется исследование здания и подготовка проекта. По словам подрядчика, несущие конструкции сохранились неплохо, но точно определить объем работ получится лишь после экспертизы. Новая лаврская гостиница после реставрации должна сохранить старый облик. Визуально второй этаж пострадал не столько от огня, следов гаря и копоти здесь нет, а от воды и дождей, которые заливали его четыре года. Сейчас видно, что полыхало в основном выше, на третьем этаже, где сохранились обугленные дверные косяки. По фотографиям, по литографии и так далее, исторические, все будет, вплоть до каждой тяги, все будет сохранено, все архитектурные детали. При разборке, если мы находим какие-то архитектурные детали, мы их сохраняем, складируем и будем восстанавливать. Если мы будем генподрядчиками на реставрации, мы будем восстанавливать эти элементы в первоначальном виде. Здание было построено в 60-х годах 19 века. До революции здесь располагалась лаврская гостиница, в советские годы дом советов, коммунальные квартиры и знаменитый в свое время ресторан «Север». В здание входит число охраняемых памятников архитектуры. Следить за работами будут как местные власти, так и представители лавры. Буду следить, конечно, буду, а как же еще. Сейчас неприглядно, сейчас против аварийной работаем, разгребаем завалы, связи восстанавливаем временно, чтобы не упала стенка. Вот 7,5 тысяч квадратных метров, понимаете? Это огромное здание. Плюс подвал еще, который я не знаю, что там. Деньги на реставрацию здания выделяет спонсор. В перспективе, когда работы завершат, в здании откроется гостиница. Теперь дважды новая лаврская гостиница. Противоаварийные работы должны завершить до конца мая, середины июня. Потом дело за проектировщиками. Ориентировочно план реставрационных работ составит до конца года. А рабочие тем временем устанавливают защитный коридор. Ходить по нему с Сергеевым посадцам и гостям города предстоит около трех лет. Столько времени, по предварительным оценкам, займет реставрация здания. Александр Бурмистров, Кирилл Емельянов. Тема. Кирилл Емельянов. Тема.